Если в 2014 году военкомат поставил на учет 3700 человек, то в прошлом почти на тысячу меньше. Из них почти 40% студентов высших учебных заведений получили отсрочку. Этот показатель выше прошлогодних. Значит, все больше парней хотят получить высшее образование. Что, кстати, очень пригодится, особенно если солдат решит продолжить карьеру в армии. Дается право выбора. Или идти на службу по призыву на один год, или идти на контрактную службу на два года. Но здесь нужно учитывать одно обстоятельство. Место уже определяет Министерство обороны. К тому же Министерство обороны проводит эксперимент. В России впервые были организованы научно-производственные роты. К примеру, в Севастополе на судоремонтном заводе срочники и работают, и проходят службу. Пока из Хакасии в такие роты никто не попал, но шансы есть. В комиссариате уверяют, сегодня в армии есть все условия для беспроблемной службы. Ну а тем, кто отлынивает от нее, грозит административная и даже уголовная ответственность. Таких преступных прецедентов в республике пока не было, но штрафники все же есть. По результатам призыва осень 2014 года, то есть год назад, было направлено следственные органы материалы в отношении 26 человек. В 2015-м уклонистов гораздо меньше. В суд направлено 5 дел. Оштрафовано 2 призывника из Аскидского района на 8 и 10 тысяч рублей. Те же, кто не испугался армии, пополнили в основном ряды сухопутных войск. На втором месте воздушно-космические, на последнем месте ВДВ. Всего 6%. Стоит добавить, что в республиканском военкомате проводили добровольное анкетирование солдат до и после армии. Из 500 человек всего один призывник остался недоволен и посчитал год армии пустой тратой времени. Остальные нашли в службе в вооруженных войсках только плюсы. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Кроме того... Субтитры создавал DimaTorzok